Проблема, связанная с меловой катастрофой, проблема, которая для широкой публики, прежде всего, связана с вымиранием динозавра. Первое утверждение. Великие вымирания по климатологической лет, то есть вполне известные события, не то чтобы они происходят там с регулярностью боя часов, но это не уникальный сложный на границе мезозоя-кайнозоя. Итак, серийность. У каждого великого вымирания есть свои особенности, но есть и общие черты для них характерные. И мы говорили, прежде всего, как отличает нормальное течение эволюционного процесса от периода, который называется великое вымирание. Вот почему говорят, вот в это время происходило или это умерло? Большой процент живущих, определенные проценты, и вот какой-то процент, до какого-то процента еще считается нормально, а после какого-то уже... Да, отлично, что вы перешли к математике, к проценту. Значит, как по-вашему, а вообще-то вымирание видов явление какое-то уникальное или абсолютно регулярное? Абсолютно регулярное. Значит, в течение всей истории существования нашей планеты, каждый век, каждое тысячелетие, до каждого года, как возникали новые формы, ровно так же и вымирали. Это явление совершенно стандартное. А о великих вымираниях говорят в каком случае? Когда неожиданно меняется картинка, которая нам достается в каменной ленописи. И вот парочку слов о том, как устроена каменная ленопись. Откуда мы вообще можем знать что-либо о живых существах, которые жили до нас? Людям тех никогда не видели. Ну, вот печать. Значит, окаменевшие остатки. Так, совершенно верно. А теперь давайте подумаем. Все ли живые существа могут дать окаменевшие остатки? В течение времени. Нет, если это какое-то вещество. Если это существо стояло только из мягкой ткани, то они просто не останутся. Разумеется. На самом деле, есть уникальные условия захоронения, случаются. Когда окаменелое состояние переходит и остатки живых существ, не имеющих плотных тканей. Но это редчайший случай. Очень редкий, допустим, на севере Китая есть такие места. Вероятность более очень мелководная лагуна с медленным оседанием иловых частей, вынесенных реками. Так, значит, в этом случае медленное и абсолютно равномерное захоронение без твердых деформирующих частиц. Так, постепенная опрессовка живых существ. Ну, ребята, это уникальная вещь. Случается крайне. А в большинстве случаев, что остается у когда-либо существовавшего зверя? Костик. Да, скелет. Твердые части. То есть, мягкие штани не окаменевают. Все эти разговоры о том, что нашли там окаменевшее сердце динозавр, это, к сожалению, чистая утка газетная. Пускай даже подписанная палеонтологами. Палеонтологи тоже люди. Им, во-первых, хочется есть. Во-вторых, на ведение дальнейших работ надо получать гранты. А грантодатели заинтересованы в сенсорсах. Поэтому, к сожалению, даже очень уважаемые люди время от времени выдают, ну, что-то очень малоудобоваримое. То, что названо в широкой прессе и в интернете было четырехкамерным сердцем динозавра, реально никакого отношения к биологическим остаткам вообще не имеет. Это нормальная минеральная конкеренция, любой биолог Эксполпин как понимает. Так что, в общем-то, выкаменевое состояние скелета. Хорошо. А теперь, вот берем разных живых существ, которые в момент времени М живут на земном шее. Скажите, у них у всех одинаковые шансы попасть в каменную лето? Или нет? Нет. Вот давайте попробуем рассмотреть. А от чего зависит вероятность того, что остатки именно этого существа до нас дают? А вот остатки другого существа до нас не дойдут, мы вообще даже не знаем, что они такие были. Так, Паш, пожалуйста. Может, количество плотных тканей? Количество плотных тканей в скелете, да. Значит, насколько ему удобно отменять. Согласен еще. Важно мне самое главное. Что может иметь местоположение, где это, если живет? Это называется только не местоположение, а место обитания. Место обитания. Абсолютно верное утверждение, а теперь подумаем. У каких живых существ вероятность перейти в окаменелое состояние раза в 20-30 выше, чем у всех прочих? Да. То есть те, которые живут в насилии, в тех холодах, там... Там на эквактном книжке. Там, где помимо просто окаменения идет еще, например, замораживание или наоборот. Так. Классно. А какое отношение замораживание имеет к окаменению? Замерзший тоже плет, да? Мне кажется, там климат суши, там где... Ребята, а что такое окаменение? Старшая франция. Те, кто уже знакомы с физикой и химией. Пригнием, а что такое окаменение? Нам еще термим пастилизация. Так. Что должно происходить для того, чтобы прошла пастилизация? Прошло бы очень сильное давление. Давление. Ну и что? При сильном давлении. Атомы вминаются в другие атомы, да? При высоких температуре больше. Высок еще, более классно. При высокой температуре, что у вас, кинетическая энергия, чтец, повышается, да? При очень высоких температурах, повышается, ничего там не останется. Все разветится и равномерно перемешается. А ну-ка думать, ну, вопрос не настолько условный. Хорошо. То, что называете камнем, вот, называете камнями, это что такое? Вещества с... Какие? Минералы. Минералы. Отлично. Что вы знаете о структуре минеральных веществ? Кристаллические решетки. Кристаллические решетки. Отлично. Что в узлах этих кристаллических решеток? Что там? Ну, атомы, бионы, молекулы, кристаллические решетки бывают разные. Отлично. Хорошо. Значит, вот у вас пошел процесс окаменевания. Это значит, что то происходит. А разрушаются кристаллические решетки. Значит, решетки одного типа заменяются на что? На решетке другого типа. Вопрос, откуда материал взялся? Откуда материал взялся? Откуда возникает решетка нового типа? Это тот же самый вопрос. То есть азот превратился в силик? Нет, азот не был. То есть трансмутация элементов. Какого-то... А меньше из воздуха? Из воздуха. Классно. И много у нас в воздухе, допустим, силикатов летает. А что? В атомарном состоянии. Нет, полевые чтицы ради бога. Но полевые чтицы не могут участвовать в окаменении. Другие минералы в земле. Как они попали туда? Присыпало их там. Присыпало, отлично. Вот кость. Ее присыпало. Так? Хорошо. Значит, ведь необходимо-то что для окаменения? Да? Чтобы новая кристаллическая решетка формировалась вот здесь, в объеме, в этом объеме. Вопрос. Как силикаты, фаспаты, карбонаты попадают вот сюда, для того, чтобы окаменело? Кость разлагается. Органика разлагается. Согласен с вами. Дивно. Но это вы говорите не про попадание, а про исчезновение. А мы сейчас все-таки решаем о попадании. Ну и на место этой полости? Еще раз. С помощью воды? Разумеется, в раствор. Разумеется, в раствор. Как только мы уперлись в растворы, тут же стало понятно. Какие живые существа имеют более высокую вероятность перейти к пулянтологическому летописи, к камене. А какие более низкие? Те, кто ближе к воде. Не ближе к воде, а воде. Просто водные. Так? Поэтому в пулянтологии всегда делается какая-то оправка. Ну вот исследуется определенный период. Для этого периода, допустим, на севере Аризона, известно 50 водных видов позвоночных и 70 наземных видов позвоночных. Так же? Судок на воде. Что? Судок на воде. А потому что в пулянтологическую летопись попадает ничтожный процент из тех, которые когда-то живут. Условия, подходящие для окаменевания, это очень редкое исключение. И если в летопись попало 50 видов водных, реально сколько их живут там? Псюси. Ну не миллион видов, но во всяком случае где-то раз 15-20 больше видов, скорее всего, там будет. Реально. Хорошо. Итак, исходим из того, что реально существовало 750 видов, только 50 попало в летописи. Вопрос. А вот здесь все вводные среди обитания. То есть окаменеть всем достаточно легко. У кого выше бонус? Кого, скорее всего, найдем мы окаменевшим? Те, кто более крупные? Еще раз. Те, кто более крупные? То есть, потому что... Более крупные. Вы знаете, после изобретения микроскопа, так, проблема исследовать микрооставки у ученых как-то исчезла. Те, кто более крупные, более плотные кости? Хорошо. Малюченькая косточка быстрее или медленнее поменяет? Быстрее. Быстрее. Быстрее в сотни раз. Так? Значит. А в результате, после того, как нейронизация закончена, с ней что-нибудь вообще в земле может случиться? Вряд ли. Вряд ли. Другое дело, что понятно, что от такую окаменевшую кость я споткнулся, сломал ногу и увидел, ой, ребят, динозавр. А остатки вот такого существа надо искать под микроскопом. Да? Это уже проблема не окаменения, а поиска окаменений. Мы решаем другой вопрос. Шансы окаменений из этих 750 у кого выше? У кого площадь поверхности этих враздей? Отлично. В сегодняшнем мире резко начинаются окаменения всех. Вот все начинают окаменевать. Так, где-то через десятки миллионов лет с планеты Тумбу-Юмбу прилетели средние зеленые человечки. Маленькие к тому времени уже вымерли, от них произошли средние зеленые человечки. Прилетели на летающие тарелки, стали копаться в земле и раскопали некоторое количество окаменевших остатков. Скажите, пожалуйста, скорее всего, они найдут остатки уссурийского тигра или остатки коровы? Коровы. Почему? Потому что коров сотни тысяч раз больше, чем уссурийский тигра. Это понятно? Первое важнейшее условие для того, чтобы мы вообще нашли остатки этого существования. Какое условие? Конечно, регулятор. Массовость вида. Массовость вида. Мы с вами знаем только про массовые виды. Именно их остатки имеют шанс попадать в каменную редкость. И так дальше. Хорошо. Хорошо. Значит, в результате, вот у нас есть картинки. Благодаря работе палеонтолога всего мира, к концу XX века составилось представление о том, на каком этапе развития планеты примерно была организована жизнь. Ну, где-то в среднем, точнее, в серединке нижнего палеозоя, жизнь из океана в сложной форме жизни выходит на сушу, появляются останки достаточно крупных уже наземных существ. До этого времени сушь-то очень резко отличалась от того, что мы сейчас называем сушью. Значит, континенты, моря, океаны были, а вот такой вещь, как берега, у континентов не было. Континенты были, а берегов не было. Да? Значит, дожди шли, а рек не было. Значит, привычный для нас мир создан жизнью. Вот если бы не было жизни, смотрим, что бы было. Вот участок поверхности планеты. Над этим участком время от времени идет дождь по простейшей причине. Есть суточная перепад температуры. Так, значит, когда тепло, вода испаряется, когда холодно, вода конденсируется, из-за блоков идет дождик. Так, выдавшая вода заполняет углубления, создает моря, океаны, озера и все прочее. Отлично. Картинка знакома с детскому саду. А теперь под действием ветров, перепадов температур, текущей воды. Что будет с вот этими выступами, горами? Сглазится. Они разрушаться начинают. Как называются вот эти обломки разрушившихся гор? Как чё? Камни. Камни, полуны. Хорошо. Куда они все будут двигаться? Вверх по горе? Вниз. Вниз. По действиям каких сил? Сил тяжести. Во-первых, сил тяжести. Во-вторых, очень большой роль играет текучая вода. Вода течет вниз, способна увлекать с собой даже очень массивные дела. Так? Хорошо. При этом они начинают биться друг о другом. Да. Что при этом с ними? Откалываются. Так. В результате. Смотрим сверху вниз. Где скорее можно ожидать наличия крупных частиц, где мелких? Сверху. Море, а крупные сверху. Сверху какие? Мелкие сверху. Наоборот, крупные. Крупные. Откуда мелкие чтицы взялись? Они от крупных. Сверху они. Так. При этом, ну очень грубо говоря, при ударах, значит, вот волон полетел с горы. Вот на этой высоте он ударился первый раз, на этот второй, на этот третий, на этот 125 раз. Так. Значит, где больше произошло мелких чтиц? На этот шланг третий. Значит, понятно, что вот здесь. Плюс к этому глобному потоку. Какие частицы легче с собой тащить? Крупные или мелкие? Мелкие. Мелкие. Где мелкие? Внизу. Внизу. Вверху более крупные, грубые. Отлично. В результате неровности начинают заполняться обломочным материалом. Мелочь себя уходит между крупными обломками, на поверхности не торчит. Как начинает выглядеть поверхность планеты? Ну, торчат горы, это ясно. А между горы-то у нас что? Робнины. А поверхность равнины? Камни голубых. Ага. Волонный материал, обломочный материал, обломки, а между ним пустоты. Прошел дождь. Вода осталась на поверхности? Нет. Нет. Какая река? Никакой поверхностной реки не будет даже в помине. Куда река делась? Между кодов. Ушла в промежуток между обломочными породами, в интерституциях. Так? В результате все водные потоки идут не по поверхности планеты, а вот где-то здесь. Отлично. Теперь про такое явление приливы и отливы слышали? Да. Отлично. Значит, ясно, что обломочные материалы заполняют и вот это хозяйство тоже. Прибрежные участки материалов. Вот здесь обломочный материал. Между этими обломками что? Вода. Океан. А теперь скажите, пожалуйста, где у нас граница берега? Граница берега у нас вот здесь, граница берега у нас вот здесь или граница берега у нас вот здесь? А где хотим, там проводим. Такое явление, как граница континент просто не существует. Почему? Потому что океан очень глубоко внедряется. С поверхности не видно. Все это делается заложено глубокими. Так? Вообще-то океан прошел в материн, глубоко. Почему сейчас в нашем мире такое безобразие не наблюдается? Почему вода не уходит в земные недра? У континентов есть берега? А потому что в нашем мире сформировался феномен, который называется почва. А что такое почва? Почва – это кора выветривания, то есть зона разрушения вовных порог, происходящего с участием в жизни. Живые организмы всегда хотят есть, и как только поели, тут же норовят размножиться. А как только размножились, что норовят сделать? Поспать. Поесть. Ну, иногда поспать. Так? Хорошо. Значит, вот берем мы такую ситуацию. В результате жизнедеятельности прежде всего бактерий. Ребята, самое важное обитатель нашей планеты – отнюдь не люди, конечно. А какие там люди? Так? Значит, бактерии создали наш мир. Бактерии создали атмосферу нашего типа. Придали континентам и чертания, которые более или менее характерны для современности. Именно бактериальные сообщества не дают ни у козему просыпаться внутрь, так? А бактериальные пломки, капленки, бактериальные колки, включаются как раз вот эти мелкие минеральные частицы, возникают плотные грунты. А плотные грунты могут одерживать его там. А второй, так сказать, мазок решительный возник, когда на Землю вышли растения. Дело в том, что у растений возникла некоторая сложность на Земле. Так? В воде ее не было, на Земле она возникла. Вода. Значит, в воде... Так, откуда падает свет в нашем мире? Сверху, снизу, слева, справа? Сверху. Сверху, отлично. Растениям свет необходим? Да. Необходим. Поэтому, какой высоты лучше быть? Чем выше, тем лучше. Выше конкурента. Да. На самом деле, просто выше конкурента. Почему хуже быть ниже конкурента? А что, когда раз. Конкурент просто перекладил энергию. Так? Значит, если я обитаю в воде, то вытянутся вверх. Телементарно. Даже в том случае, если они микроводосы, которые здесь взвешивают, а макроводосы, при фотосинтезе какой газ выделяется? Кислород. Кислород. А вот я его не выбрасываю, а взял промежуток между клетками, завел кислородный пузырь. Кислород все время сюда поступает. Обратите внимание, вот этим своим концом я встал на яркость, цепился за грунт. Так? А на этом конце у меня газовый пузырь. Что будет делать газовый пузырь? Стараться всплывать. Модель Бакина. Сверху поплавок, снизу ярко. Так? Можно теперь вот здесь ставить фотосинтризирующую поверхность. Ради бога. Так? Значит, вертикальное положение, легкое вертикальное, достигается без всяких там плотных механических тканей. Теперь растения завоевали сушу. И тут же оказалось, что они ведь весят, черт возьми. Весть много. Так? А можно ли за счет поплавка выдержать вертикальное положение на суше? Нет. Приходится строить плотные вертикальные оси. Так? И сразу неприятность. Я встал на суше, потратил часть своих веществ на то, чтобы создать стебель. Так? Это подправка. Поддержаться. От стебля пошли под синтезирующие пластины. Листья назовем. Так? Хорошо. А теперь подумал ветер. И что со мной будет? Понятно. А меня просто опрокинут сразу. Что бы меня не опрокинуло? Что надо сделать? Понятно. Необходимо встать на надежный якорь. Чем ягодь надежнее, тем лучше я выдерживаю ветровой нагрузку. А в результате, что в этом древнем грунте стало образовываться? Сетка корней. А такая сетка корней даст ли свободно перемещаться мелким почвенным частицам? Нет. Конец эрозии, конец размывания почв. Растения удерживают грунты на месте. Ну а самая красивая и завершающая история произошла как раз примерно в тот период, когда вымирали пинозавры. Дело в том, что растения дали свою рекордную группу. Вы будете смеяться. Кто является рекордной группой растений? Трава. Трава. Трава обладает несколькими фантастическими вещами. Во-первых, ее почти невозможно убить. Потому что живые части растений где останутся? В земле. В глубокую землю. То есть траву нужно сжечь, можно топтать, косить. Не все виды травы, конечно, одинаково легко это выносят. Но есть травянистая форма, которая вполне себе переживает неприятные воздействия в форме своих подземных частей. И как только условия стали нормальными, тут же что трава делает? Растения. С какой скоростью? С огромной. То есть сняли неприятное воздействие, которое, казалось, уничтожило все наследие. Через пять лет там все нормально. Шрамк зарос. И трава способна образовывать очень плотные дернобины, связывающие поверхность, останавливающие поверхность на столе. Так, немножечко с вами поговорили о некоторых играх, существенных для понимания самых простых вещей. Итак, вымирание носит не случайный характер. При этом вымирание не есть нечто из ряда вон выходящее. Катастрофу будем называть такую картинку, когда резко меняются для наблюдателя вот эти представленные, знакомые для всех виды. Это что значит? Это значит, что-то сообщественное случилось. Те сообщества, которые существовали там миллионы, десятки миллионов лет, уходят, на их замену приходят другие. Вторая вещь. Какие у нас проблемы у крупных динозавров наметились? Потому что они пока слишком много. Да, катастрофически в размерном классе между взрослыми родительскими формами и детскими. Так яйцо не может быть, даже у самого крупного зверя, яйцо никогда не бывает больше баскетбольного мяча. Все эти фильмы, в которых динозавры вылупляются из яиц размером двухэтажный дом, вот, такие фильмы, чтобы домохозяйку пугать, к реальным событиям не имеют никакого отношения. Таких я не испытываю. Старшая фракция, вспоминайте про КА-стратегию. Вот дальше нам будет ключевая тема. Это КА-стратегия. Жилые существа, которые какими особенностями обладают? Специализация. Во-первых, специализация. Забота о потомстве. Если животное, то забота о потомстве. Малое количество детей. Минимальная скорость размножения. Минимальная. Так? И у них асмертность более уменьшится. Да, смертность. Значит, смертность у них ниже за счет снижения какой смертности? А, дескать. За счет снижения девской. Забота о потомстве возникает. Как механизм компенсации ранней смертности. Так? Ну и, соответственно, КА-стратегия. Так называемые широкие специалисты. То есть, все делают одинаково отвратительно. Зато очень широкий набор того, что могут отвратительно делать. КА-стратегия ровно наоборот. Умеют делать что-то одно, зато великолепно. Так? Значит, бывает ли у эр-стратегии забота о потомстве? Нет, никогда. Никогда не бывает. Почему? Потому что у них слишком много детей. Значит, гигантские скорости размножения. Не дай бог, потомство у эр-стратегов будет выживать, допустим, в соотношении из тысячи рожденных один выжил. Ясно, что для человечества вот такое соотношение означает, что мы с вами просто исчезнем. Даже если из сотни рожденных детей один выживают. Это чудовищная смертность, которая не даст людям шанс на дальнейшее жизнь. Значит, авиа-эр-стратегов из тысячи выжил один. Катастрофа. Катастрофа по какой причине? Жуткое перенаселение. Страшнейшее перенаселение. Вспоминаем пример с Треской. Значит, самка трястит за свою жизнь, откладывая 10 миллионов экрин. Вопрос из этих 10 миллионов. Какое количество мальков имеет право дожить до взрослого состояния и размножиться? Двое. Только двое из 10 миллионов. Хорошо, а если десятеро выживают, что с количеством Трески в мировом океане? Увеличится в пять раз. Ребят, на смену двух родителей сколько должно прийти в следующем поколении? Двое. 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 Так что игры R-стратегов категорически отличаются от привычных нам игр K-стратегов. Значит, никакой заботы о потомстве, разумеется, нет. Максимальная скорость и размножение. И еще одна очень важная штука для характеристики КР-форм. Значит, во-первых, в ходе эволюции позвоночных, эволюция шла случайным образом или происходило закономерное смещение в сторону одной стратегии развития. Берем рыб, амфибий, рептилий, птицы, млекопитающие. Кастер и кастер. Все птицы более K-стратегичны, чем амфибия. Все птицы более K-стратегичны, чем рептилия и так далее. Хорошо. Теперь берем такое множество, млекопитающее. Можно ли среди млекопитающих найти своих K-стратегов? Можно. Примеры K-стратегов? Мышь. Мыши. Отлично. Мышевидные грузуны? Конечно, K-стратегия. Пример K-стратегии? Я, человек. Мы с вами супер K-стратегии еще. Обезьяны? На одном уровне с нами. Приматы. Все крупные приматы. На самом деле, уровень K-стратегизации у K-стратегии примерно такой же, как у нас. K-стратегии – человекообразные обезьяны. Так, еще, кроме приматов. Кроме приматов. Коботные, разумеется. Разумеется. Крайняя K-стратегия, так же, как мы с вами. Значит, самка слона. Сколько слонят приносит? Одного. Одного. Беременной, сколько греется? Два года. Два года. Да? Значит, сразу после родов. Самка рожает следующую слоненку или нет? Нет. То есть, на самом деле, промежутки между родами у слонов еще больше, чем у нас. Рождается только один дикюль наш. А продолжительность жизни примерно наша человеческая – 80 лет. В результате слоны, кажется, пожалуй, еще более та-стратегичны, чем у нас. Еще как и друг. Как и друг. Кто еще? Кто еще? Тоже крайняя кастратегия. Ну да, парнокопытная. Парнокопытная. Не, не пройдет. С парнокопытными не выйдет. Там рождение одного детеныша, но сроки погодятся с санкой другим. И санка очень быстро становится. И у слонов, а китообразные, конечно, не только дельфины, а все китообразные. Значит, скажите, пожалуйста, корова на каком году становится полувозревой? Третий. Третий. Представляет себе человека, слона или кита, самка которого на третьем году жизни становится полувозревой. Брек Сива Кобыла. У нас у всех крайних астротегов исключительно длинное детство. Так, первые много лет жизни проходят без размножения. Именно поэтому настолько уменьшается количество возможных детенышей, именно поэтому настолько необходимо установить заботу о подростках. Пацаны, без которых мы нормальную жизнь предстоять не можем. Почему? Биология наша улита, так кажется. В течение десяток миллионов лет рематы выживали только таким образом. Не как иначе. Хорошо. А теперь давайте смотрим на динозавра. Они какое-то странное место занимали. Вот берем крупные формы. Типлодоциты те же самые. Как я уже сказал, мама там два электровоза, а детеныш размером с небольшой дворняшку. Так? Значит, смотрим, какие проблемы. Значит, ну, во-первых, судя по размерам мамы, судя по особенностям строения, она относится к специализированным существам или она широкий специализирует? Широкий специализирует. Широкий специализирует. Все мне очень хорошо. А представьте себе бронтозавры, которые ролятся в земле, допустим, да? Пытаются летать. Плохо, но пытаются. Там плавают по морю. Опять же, плохо, но плавают. Бегают на гиганты с беговыми ящерами. Плохо мы бегаем. Или вот все-таки, если у нас есть гиганты, это всегда узкий специализм. Ребят, любой гигантизм – это одно из проявлений узкой специализации. Если вы видите какого-то зверя, который крупнее своих родичей, это сдвиг в какую сторону? К или К? К. К. Конечно, К. И дальше будут возникать все взаимосвязанные на ворот кастертикизации. Абсолютно все. Специализация, забота, падение тенков размножения. Так, только у динозавров какая проблема? С заботой о потомстве у них что? Плохо. Не, на самом деле, что значит плохо? На том же уровне, как, допустим, у крокодилов. Мама крокодилец заботится о потомстве? Нет. И что как? А, да. Вы понимаете, что без заботы родителей крокодиля просто не выгибаются? Нормальная температура необходима для развития детенышей крокодилов в яйце. Какая? Плюс 30. В районе плюс 30. Ясно, что крокодилы обитают в теплых местах, но вообще температура там ниже, чем плюс 30. Так, как обеспечить для детенышей необходимую температуру? Перегрузировать. 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 Заминитые гнезда крокодилов. Значит, мать наваливает огромную кучу гниющих растительных остаток. При гниении выделяется тепло. Мама очень точно, с точностью до десятых долей градуса, меряет температуру в комнате гнезда. Если температура высоковато, убирает излишки. Если низковато, наоборот, нагребает тепловой материал. То есть, мама обеспечивает нормальное развитие. Кризисный период для маленького крокодиленка, как и для всех. Выход из яйца. Вот до этого он сидел в своем доме, а дальше надо переходить в самостоятельную жизнь. Мама поможет. Значит, при этом представьте себе вот такие челюсти у мамы, да? С зубами по некоторым к вам размерам и полным. И рожденный крокодиленок размером вот в эту автору. Мама берет вылупившуюся зубами и относит к реке. Не было случая, что при этом... Вообще, крокодил смыкает челюсть, легко ломает ногу в углу. Но когда мама переносит детеныша, не было случая, чтобы хоть один детеныш пострадал. Сверхорасчетное движение. Хорошо, помогла, перенесла. А дальше что будет делать? Все, уйдет. Все. Все, что могла, сделала. Так? Детство кончилось. Детство крокодилчика проходит в гице. Так? И еще минут 20, пока его несут к реке. Какой этап развития живого существа, в общем, называется детство? Когда заняты, на нем заживцы родители. Да, это как раз и есть вот этот бонусный этап. Так? Это всегда этап, дающийся в долг. Биологический вид. Так? Отмеряют некоторое время для новорожденного, давая ему шансы чему-то научиться в этом мире. Если та база данных, которую он в себя загрузил на этом этапе, адекватна, ну, то есть он не просто балдуй пенал и занимался хорошей жизнью. А у девченыша снежного барса есть? Абсолютно так же. В детстве, в смысле, сколько длится? Да. Значит, около года. У всех крупных кошек около года. На следующий год у мамы брачный сезон, новый самец и в дальнейшем многое потомство. На второй и третий год, но вот в праздных львов там сложнее. Но льва единственное исключение среди кошек. Все остальные кошки не социальны. А львы образуют социальную структуру. А почему у льва родственниками кошка и собака? Скажите, пожалуйста, а почему у вас родственниками являются не негры, а европейцы? И не китайцы, а европейцы. Почему? Развлечения. Ну а зачем задавать настолько глупый вопрос? Есть система признаков, по которым можно сравнивать живые существа. Правда, в этом случае мы будем получать замаскированный ответ. Реально мы ведь мерить будем не родство, а что? Сходство. И до 20 века просто по умолчанию принималось на веру такое утверждение. Сходство является свидетельством достаточно близкого родства. Да? Ну, правда, были разработаны два представления о двух разных типах сходства. Аналогия гомология. Скажите, дельфин больше на кого похож? На акулу или на слона? На слона. На акулу. Конечно, на акулу. Внешний больше на акулу. При этом он чей более близкий родич? Слона. А, конечно, слона. В чем дело? Дело в том, что бывают случаи сходства, возникающие не из-за близкого родства, а из-за приспособления к сходным условиям жизни. Вот в случае акулы, фтеозавра, дельфинов, просто классика, да? Эти три неродственные группы внешне очень похожи. Почему? А приспособились к быстрому движению в очень плотной текучей среде. Вода называются. И если уж ты хочешь в ней жить, хочешь, не хочешь, а отбор пойдет на обтекаемость формы тела, на развитие управляющей поверхности, на развитие хвостового движителя, как самого выгодного, на удлинение челюстей, ну и ряд других признаков. А вот теперь скажите, пожалуйста, старшая характера, особенно тела Розберега, рука человека похожа на крыло птицы? Нет. Какое настроение? Нет, ну вот я, хорошо, сейчас вам прихащу сюда, я не знаю, ножки пупшем, как черные там крылышки, ножки от кухни. Сравните со своими руками, ногами, сильно похожи? Нет. Не, не очень сильно. Так, хорошо, лошадиную ногу представляете себе? Нет. Ваша личная нога похожа на лошадину? Нет. Нет. Внешне похожа. Значит, а тип конструкции? Одинаковый. А тип конструкции одинаковый, архетип же повторяется. Вот такое сходство, которое внешне в глаза не бросается, а выявляется только при исследовании конструкции, называется гомология. Ну и так, по-вашему, в первый случай дельфины обзора аналогия, а в второй случай человек, рука человека и птичья кровь, гомология. Скажите, а гомология может ли служить свидетельством братства? Гомология. Да. Да. А аналогия? Нет. А в 20-м веке появилось достаточно простое решение, правда требующее очень сложной аппаратуру и подготовленных кадров для решения задач. Значит, прямой анализ наследственных записей в наследственном материале. Так? Вся наследственная информация на чем записана? На ДНК. На ДНК. Что делаем? Берем клеточку, берем ее ядро, а еще лучше берем метакондрию из этих клеточек, потому что метакондрия своя ДНК. Значит, и сравниваем, насколько сходны тексты записи у разных организмов. Значит, если эти тексты очень сходны, можно ли это объяснить в другую случайность? Нет. 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 Значит, смотрите, игрушка следующая. У нас с вами примерно 30 тысяч генов, значит, исключительно приблизительно, каждый ген состоит примерно из 6 тысяч кодирующих единиц. Каждая кодирующая единица может меняться произвольно 10 разными путями. Расскажите, пожалуйста, у вас в генотипе какого-то конкретного существа произошло случайное изменение. С какой вероятностью у соседа Вася случайно точно такое же изменение произойдет? Подседание Вася. Если вы умеете работать с вероятностями, несложно это дело прикидывать. У вас время существования Вселенной на повторное событие просто окажется недостаточно. Так что сходство генотипов, согласно современной парадигме, очень подробно и очень непосредственно указывает на степень близости родства. Так, это мы немножечко с вами поразбирались с тем, кто чей родич. Хорошо, к динозаврам возвращаемся перед небольшой паузой. Итак, смотрим. Вроде бы специализированная форма, дигантная. Гнезда динозавров известны. И в каждой кладке помогают не тысячи яиц, а десятки. Десятки яиц в кладке. Это R-стратегия или K-стратегия? K-K. То есть, вроде бы K-стратегия. А забота, а потом проблема. Значит, мы гнездо создали. Может быть, вылупятся, помогли. А вот обеспечить длинное детство с повышением защищенности. Можно или нельзя? Нельзя. Да нельзя. Ну, просто потому что нам вот такая, а детеныш вот такие. Размерно несоответственно. Нехорошая ситуация. Для K-стратегия самое худшее, что может быть. Самое худшее, что может быть, это увеличение смертности детенышей. Они же мало выражают. Так, в результате динозавра, он такой достаточно шаткой грани балансирует. Хорошо, а кто же мог охотиться на детенышей крупнейших динозавров? Просто охотник. Кто? Более маленькие динозавры. Да, во-первых, более мелкие динозавры. Славные. Но так было со времен возникновения динозавров как группа. Ну, другие рептиды там, запрошли, поднимаются. Но дело в том, что начиная с юры, во всех играх на поверхности Земля возникают новые игроки. Какие? Бактерии. А до юры бактерии не было. Да, не было. Млеки. Млеки. Млеки и птицы. Так. Хорошо. Теперь смотрим, какие эти волны млекопитающие. Млекопитающие, точнее предки, полностью проиграли динозаврам крупный размерный класс. Они остаются не крупными существами, там, кролик. Но, есть ли у возникающих млекопитающих проблемы с заботой о потомстве? Спасибо. А у них просто никогда не было с самого начала. Так. Отличная форма обеспечения стартовой пищи. Возникновение млекопитания. Так. Значит, это одна из важнейших задач, накормить детеныша. Плюс к этому, размерные классы взрослых и детенышей сопоставимы. То есть, мама может заботиться и папа может заботиться. Да? Без опасности просто вдохнуть своего детеныша. Ну, потому что, если мама брантажера сильно вдохнула, да? То есть, детенышам могут быть неприятностями. Или мама просто чекнула сильно. Да? Хорошо. Умельки такого вроде не должно быть. И еще одна важная вещь. В каком случае возникает шанс развития нервных систем в эволюции животных? Предки млекопитающих хороший бонус имеют. Они пошли по пути теплокровности. А возможно ли развить теплокровность без параллельного усложнения нервной системы? Нет. Нельзя. При этом, из-за типа питания молодняка, у них развивается с необходимостью группа взаимодействия мамы-детеныша. А это значит, социальная структура возникает? Да. А это значит, знаковая система обмена информацией социальной группы возникает? Возникает. И знаковая система. В первую очередь, что предполагает? Усложнение головного мозга или можно оставаться прежним? Усложнение. Усложнение. Значит, показывает, что да, у возникающих млеков головной мозг развивается существенно быстрее, чем у лептили, от которых они произошли. Быстрее, мощнее, сложнее. Они социальные. А это значит, вертикальная передача опыта возможна? Да. А это значит, кто быстрее учится, динозавры или млекопитатель? Млекопитатель. Хорошо. А теперь берем угром. У нас в одном лесу встретились среднего размера динозавр, охотник, юный диплодок. И примерно такого же размера млекопитающая. Пока еще очень примитивная. Скажите, пожалуйста, у какого охотника? У млекопитающего хищника или у среднего динозавра выше шанса свопить малыша? Млекопитающая. Почему? У него не одна есть, конечно. Во-первых, маневренность выше, скорость реакции выше, все преимущества теплокровности. Но говоря, почему ведется игра вокруг теплокровности? Потому что это... Скорость реакции выносит, то есть две главные вещи. И быстрота обработки информации. Да? Значит, а главное... А главное вот что. Бежит. Это взрослый зверь. А это значит, у него были несколько лет на накопление собственной базы данных. Грубо говоря, он учился, да? Да. Он учился, благо мозги позволяют. Да? Переберем на этого зверя. Значит, физические данные выше, чем у него питающего. Но база данных у него, поведенческих данных, такая же, как у Лек? Нет. Нет. Принципиальная такая. Скорость реакции у него сопоставима, а вот с выносливостью что? Значительно выше, чем у Лек. Бурой москлуатуры нет, а белая быстро садится. Да? Значит. Так что, даже вот в такой, в такой игре, просто, смотрите, размер у них одинаковый. По идее, можно бы считать, что шансы при драке примерно равны. Ну, ничего подобного, потому что это детеныш, а это взрослый. Это только в Голливуде, чем больше и толще, тем сильнее. А чем сильнее, тем лучше. Значит, на самом деле, в реальной жизни совершенно не так. Вот при таком взаимодействии шансы совершенно не равны. Но даже при таком взаимодействии, ведь это, бурой, крупный зверь, все равно шансы не равны. Все равно, скорее всего, Лек пройдет. А млекопитающие медленно в течение бюры и начинающегося мела как раз и совершенствовали, доводили до ума свой набор свойств. Ну, и, прежде чем мы идем на перемену, еще последнее замечание. Дело в том, что на этой же границе, мезозойка и назой, происходит еще одно событие. Молчаливая революция, которая прошла вообще без единого звука. И имела последствия, ну, совершенно фантастические. Давайте вспоминать, в любом наземном сообществе, откуда вообще берется гитар? Экологию вспоминать. В любом наземном сообществе, откуда берется органик? Это растение. Конечно, флоксинтеки. Значит, растения образуют просто случайные группы, кое-как растущие в день и опыте. Или образуют строго определенные сообщества, так и с распределением ролей между разными участниками. Структуру растительных сообществ более-менее помните? Да. Ярусное деление более-менее помните? Да. Значит, причина возникновения ярусности и вообще расписания ролей растительных сообществ. Да. Отлично. Причем, чем больше экологических ниш возникло, тем ниже конкуренция. А это значит, тем больше участников на единицу в площади можно засунуть. Так, как с вашей точки зрения, а события в растительных сообществах на все остальные живые существа должны повлиять или нет? Да, естественно. О, еще как. Еще как. А дело в том, что в самом конце мизозоя происходит финальная группа самых совершенных растений. Что это за растение? Семен, покрытые травы. Покрытые семенные. Так, голые семенные произошли в начале мизозоя. На границе с полиозой, мизозоя. А покрытые семенные, они же цветковые, происходят как раз в конце, ну или в серединке мела первая, распространяется ближе к концу мела начиная. И покрытые семенные со свистом вытесняют древнюю аборигенную форму. Так, возникают абсолютно новые типы растительных сообществ, которых до этого не было и быть не могло, потому что просто не было таких участников. Если у вас меняют структуру растительного сообщества, должно это привести к изменению в животных, которые там живут? Отлично. Хорошо. Последняя характеристика К-С-Групп. К-С-Групп максимально болезненно реагирует на любые изменения. Как? Как? К-С-С-Групп не способна быстро приспосабливаться, да и медленно тоже к любым радикальным изменениям. Эр-стратегия наоборот, легко переносит. Так. В результате у нас пошло репармирование символакса на границе Мезозойка и Назырка. Кто первыми будут исчезать? К-С-Групп. К-С-Групп. А кто самая кастер-тегичная? Гигант. А не только гигант. Не только гигант. Вы знаете, динозавры создали за это время, и вообще крупные рептилии, свой необычайно совершенный мир, очень точно расписан миролядно. Так? Значит. А теперь условия изменились таким образом, что опорные элементы этого сценария просто вылетают. Ну и что с этим карточным? Рожится. Рожится все. Угу. Так неплохо разобраться то, что хорошо в одном случае, приведет к гибели в другом случае. Никаких таких полезных и вредных веществ в нас свете не бывает. Ответьте, молодой человек. Поваренная соль – это полезная для человека вещество или вредная? Ну просто соль. Тише, тише. Вредная. Вредная. Должен вас огорчить. Если человек не получает натрий-хор в течение трех месяцев, у него сначала начнутся расстройства зрения и слуха, потом у него начнутся неуправляемые сокращения мускулатуры, и примерно через полгодика человек просто помрет от недостатка натрий-хор. Вопрос. Натрий-хор – это полезная вещество или вредная? Вредная в каком количестве? Полезная. Если я вам две столовые ложки сейчас растворю, вот натрий-хор. Я в большом количестве. Значит, не бывает полезного, вредного, хорошего, плохого. Все решается. Ситуация ситуативна. Жизнь сложная устроена. Нельзя все подогнать к одной универсальной схеме. То, что хорошо в одном случае, отвратительно в другом. И, кстати, срабатывает универсальное правило в нашем космосе. За все хорошее надо платить. А особенно дорого за что платят? За особенно хорошие вещи. Исключений из этого правила не бывает никогда. За наш сложный головной мозг расплата совершенно ужасная. За нашу высокую степень социальная организация расплата ужасная и так далее. Другое дело, что мы живем в мире, который в момент нашего рождения так организован. Поэтому мы воспринимаем эту систему расплат, как обычную. Другие живые существа отходятся без таких расплат. Не знаю. Очень вкусный отпуск. Вам нужно нам не помешать? Еще раз. Если вы съели лишний кристаллик натрия полный, это вас убьет или нет? Нет. Если вы один очень вкусный арбуз съели, значит, это вам не помешает. А если вы перейдете на месяц на питание исключительно очень вкусными арбузами, ну, целый ряд проблем, с которыми очень сложно бороться. У вас возникнет. Прежде всего, вам станет очень сложно спать. Ну и так далее, и тому подобное. На самом деле, начнется неуправляемое вымывание натрия из организма. И у нас все... Значит, Валя, вопрос количества, места и взаимодействия всегда. Одно чего-нибудь разовое, небольшое, это одно другое. Да? Хорошо, возвращаемся. А каких больше, К или Т? Скажите, пожалуйста, у вас каких рук больше? Право? Значит, К и Р – это позиция комплементарная и дополнительная друг к другу. И любое нормальное развитое сообщество содержит в себе как К-представители, так и Р-представители. Именно этим и обеспечивается ее устойчивость, выживаемость, способность не разрушаться при самых разных изменениях внешних. Так? Хорошо. Ну, а теперь давайте, как очень сейчас широко известная история с метеоритмом, что там, собственно, с ним было. И давайте с самого начала. Значит, дело в том, что есть такой редкоземельный металл, киридий, так? Который встречается в земле в крайне низких концентрациях. Рексиммер, содержащий, соответственно, соединение резиденций. Значит, в последний четверть XX века обнаружено. Причем сначала-то в двух не взаимосвязанных местах, а потом в трех десятках мест, но совершенно на разных континентах земного ушара. Так, вот геологи бурят породу, берут образцы горных пород из буровой колонки. Вот примерно граница мезозоя к глинозоя. Вот он, конец мелового периода. И вот здесь тоненькая пленочка повышенной концентрацией. Так? Иридиевая аномалия. И прослеживается она действительно по всем путем. В чем дело? А дело в том, что иридиев в земной коре мало. А вот в составе метеоритного вещества, в металлических метеоритах, иридиев много. Поэтому возникла гипотеза, что как раз в это время, так, земля столкнулась с малым небесным телом, металлическим мастероидом, так. Гипотеза, вероятно, порядка 10 километров. Значит, сила удара была такова, что образовавшиеся выбросы, полевые выбросы почвы, так, образовали облако, покрывшее всю атмосферу земного шара. И потом постепенно выпадали осадками на всех территориях. И вот образовался этот прослой, обогащенный рейдем. Ну, во-первых, сначала о падении гигантских метеоритов и астероидов. Так, опять же, в истории нашей планеты это не единичный случай. Следы таких падений неплохо известны. Один из этих следов, если у вас, так сказать, легкое представление о географии есть, вы все знаете. Тангусский. Нет, нет, нет. Спасибо Богу. Тангусский метеорит не оставил устраблему. Это одна из его особенностей. Значит, астроблема – это воронка, ну, лунка, так, которая осталась после падения большого метеоритного тела. Карибское море, представляете себе? Да. Все Карибское море – это астроблема. То есть, представляете себе силу удара, силу катастрофы, которая произошла в свое время. Если это воронка, так, то еще более крупная астроблема на дне Атлантики, поближе к Антарктику туда. То есть, на самом деле, планета наша встречалась с астероидами, следы этим взаимодействия известны. Крупная астроблема, кстати, в Сибири есть, только не Тунгусска, извиняюсь. Там астроблема не осталась. Не-не-не, озеро Байкал – это геологический разлом. Это по совершенно другим причинам лопнули блоки коры и сместились друг к носительным другим. К космосу никакого отношения. Давайте дальше. Ну, вот, возникла… Понятно, откуда взялась идея иридиевой аномалии, идея столкновения с крупным метеоритмом. Это все чудесно. А теперь, где-то в конце 70-х, начале 80-х, люди, испугавшись вероятности ядерного конфликта, атомной войны, попробовали смоделировать, а что будет, если реально взять и рвануть существенное количество ядерных боеголовок. И выяснилось, что сила взрыва приведет к запыленности атмосферы. Ну, не говоря уж там ни о каких радиационных последствиях, все очень просто. Пыль в атмосферу поднимется. Так? Хорошо. Как это скажется на прожащенности атмосферы? Понизится. Понизится. Если прожащенность атмосферы понизилась, как это скажется на температуру? Понизится. Понизится. Значит, понятно, что источник поверхностного нагрева – это наша звезда по имени Солнца. Если мы по дороге поставили светофильтр, то планет доходит меньше. Так? Были произведены необходимые расчеты. Такая модельная игра получила название «модель ядерной зимы». Падение температур существенное при этом происходит. И существенное падение видимой светимости Солнца. То есть, значительно меньше света видимой часть спектра доходит до поверхности квадрата. Так? А после, вот смотрите, две независимые возникшие модельки. Одна – иридиевая аномалия, вторая – модель ядерной зимы. А после этого вполне логично, как взять и скрести друг с другом. Если уж у нас иридиевая пыль разлетелась под всей планете, это значит, после этого падения события развивались по сценарию ядерной зимы. А это значит резкое падение температуры. А это значит резкое падение освещенности. И, грубо говоря, динозавры вымерли, потому что замерзли. Вот. В общественном сознании примерно так это хозяйство и утвердилось. В сети можете найти тысяч сайтов на эту тему. Прилетел злобный метеорит, ударил. Так? Меньше тепла стало доходить до планеты, и все замерзли, как не знаю кто. А млекопитающие не замерзли, потому что теплопровные и махнатые. Ну, что вам сказать? С биологической точки зрения, здесь есть много что критиковать. Ну, во-первых, по современным представлениям, динозавры не были крупнокровными. Их теплопровность, точнее, их гермоэргуляция отличалась от нашей. Она была просто не такая. В частности, некоторые механизмы нам с вами, млеком, просто недоступны. Они возможны только для сверхгигантов. Ну, типа депутатсы, типа оконоса динозавра. Инерционная теплопровность. Грубо говоря, при, опять же, старших ракетах, при увеличении линейных размеров тела, что быстрее растет? Объем. А тепло теряется через объемную, через площадь поверхности. В результате у сверхгиганта соотношение объем-площадь поверхности позволяет экономить тепловой выброс. В результате сверхгигант, нагревший сзади, успеет ли остыть за ночь? Нет, не успеет. Инерционная теплопровность. Ну, я, на самом деле, как часто делаю, крайне упористил. Но, тем не менее, значит, так что ждать, что динозавры были холоднокровны, в общем, не приходится. Сейчас все чаще динозавры в мир сравнивают с птицами, а одни бы не с современными рептики. Скорее походили на мир современных птиц, чем на мир крокодилов, змеи, ящерицы и так далее. Вот. Хорошо. Значит, но даже не в этом дело. Давайте сейчас не будем критиковать такой взгляд, а обратим внимание вот на что. Что нам, собственно, известно про вымирание динозавров? А известно следующее. Давайте разберемся вот в такой вещи предварительно. Абсолютно необходимая демографическая модель. Есть у нас некоторый город, называется Москва, допустим. Не важно, Париж, Токио, Нью-Йорк, любой метод, да любой город. Скажите, пожалуйста, от каких событий будет зависеть следующая система следствий. Первая система следствий. Население города увеличивается. Второе. Значит, другой сценарий населения города уменьшается. Скажите, что может повлиять на динамику населения данного города? Приезд каких? Приезд, иммиграция, согласен еще? Условия. Да. Конкретно? Поле комфортабельность. Ну, а канализация, климат, климат. Ребят, не об этом. Канализация, климат и так далее, это предпосылки. А мне интересуют непосредственные основания для увеличения или уменьшения численности населения. Ну, уменьшение смертности я веду более комфортабельности. О, значит, гениально. Значит, выписываем, какие факторы влияют на численность населения. Значит, первое, иммиграция, Пашка совершенно прав. Ну, а если иммиграция влияет, какой обратный процесс? Эммиграция. Эммиграция. То есть, если из города просто все бегут. Так? То численность населения уменьшится. А если наоборот все ломятся в этот город? Вылечится. Значит, это первая пара процессов. И вторая пара смертность и противоположная сила? Рождаемость. Рождаемость. Москва – это уменьшающийся город или увеличивающийся? Увеличивающийся. Увеличивающийся. Ну и что, он увеличивается за счет уменьшения смертности или возросла рождаемость? Нет. Значит, у нас с вами идет просто вот этот приток. Настолько мощный, что он перекрывает и очень плохую смертность, и очень низкую рождаемость. Так, общее количество людей в городе все равно увеличивается за счет иммиграции. Значит, зачем нам эта модель нужна? Нужна она вот зачем? У нас есть вымирание какой-то группы живых существ. Я же со мной как динозавр. Давайте подумаем. Ну, поскольку иммиграцию и эммиграцию можно исключить, у каждой всей планеты Земля. Кто такие иммигранты? Те, которые сел в ракету и улетел? Да. Мы, если мы рассматриваем, сообщество все земли. А эммигранты? Те, кто прилетел из космоса. Так что для динозавровых игр это несущественно. А теперь, а вот эти две остаются? Да. Остаются. Так вот, все дело в том, что в течение всего мезозоя существовал баланс между вымиранием групп динозавров и возникновением новых групп динозавров. Регулярно исчезали какие-то мелкие группы. Так, ну, которые, допустим, в той же юре есть, а в него уже нет исчезла. Или в три оси были, а в юре уже нет. Или в нижней юре были, а в позней юре уже нет. Так? Почему это не приводило вот это регулярное вымирание разных групп динозавров к исчезновению всей надгруппы? Почему? А потому что возникали новые. Возникали все новые и новые. Обожаю вами Терес, допустим. Вообще, когда жил? Поздний меловой хищник, падающий, да? Который парк у юрского периода, если уж парк юрского периода, юра, да? Никакого отношения не имел, иметь не мог. В дюре террорцев не было, они появились через 50 миллионов лет после. А что, если посмотреть на полеонтологические данные, происходит в меловой? В середине мелового периода, это период расцвета сообщества динозавров. Максимальное количество видов. Есть как наземная форма, так и морские формы. Так? Параллельно им существует богатая палома летающих рептилий в терроразахах. Богатая палома не динозавровых морских рептилий. Так? То есть мелко, это на самом деле расцвет этого мира. Но где-то в конце среднего мела и весь верхний мел. Что происходит? Количество вымирающих групп, вот это, не меняется. Как групп, чинил сегодня в зазове, так расстроился. А количество появляющих? А появляющих все меньше и меньше. Так? А в нижнем мелу, в течение последних 20 миллионов лет нижнего мела, вообще ни одна новая форма не произошла. Вот те, которые до этого времени дожил, те продолжают существовать. А новые просто не возникали. Значит, ну и скажите, пожалуйста, такая картинка может ли объясняться единичной внешней катастрофой? Ну, прежде всего, события-то растянуты на 50 миллионов лет. Что это за катастрофа? Такая, которая длится 50 миллионов лет. Это уж, знаете, не катастрофа, а норму жизни называется. Так? Поэтому, скорее всего, как выглядела картина? К концу мезозоя, мазенное сообщество на нашей планете, совершенно по своим внутренним закону, так? Проходили, подходили к норму, рубежу изменения структуры, к норму, рубежу усложнения. Возникли группы гомеодермо, млекопитающие птицы, так, высоко кастертидичных, с высоким развитием нервных систем. Возникли связки между огромным количеством групп насекомых и семенными, точнее, покрыты семенными растениями. И эти связки в дальнейшем определяли нормальную жизнь всех континентов. Насекомые опылители, насекомые грудители растения. Так? Это новые условия, которых до этого просто не было. И они не могли не повлиять на структуру сообщества. Сообщества менялись. Вероятно, это как раз и повлияло, к концу мела, на плохую динамику порождения у динозавров. Ну а когда динозавровое сообщество действительно упростилось до предела, а помните, мы с вами говорили, устойчивость какого сообщества выше? Беру два сообщества. У одного, как я делал исследователь, всех описал, на данной территории вводится 125 видов животных. Включая насекомых, червейных. А чем больше видов, тем больше животных. Конечно. А в другом 1500 видов. 500. Так? Оба эти сообщества попали под одинаковый прессинг, допустим. И для этого, и для этого происходит изменение климата. Скажите, какое сообщество исчезнет бесследно, а какое останется и будет дальше приспосабливаться, трансформироваться? В тысячу порогов. Значит, устойчивость пропорциональна многообразию. Как только у вас многообразие динозаврового сообщества рушится, а тем более, что динозавры к астротене, к изменению условий относятся нехорошо. Вот в этой ситуации падение метеорита, да, действительно могло быть той последней соломинкой, которая сломала спину верблюда. Но считать, что это было прямо-таки причиной исчезновения динозавров, мягко говоря, не приходилось. Без всякого метеорита произошло бы примерно то же самое, ну, там, на 10 миллионов лет. А это самое как бы ускоро. Значит, причина андогенная. Причин любой неприятности можно искать вовне. Так? Почему мы живем плохо? Потому что проклятые империалисты не дают нам жить хорошо. Потому что проклятые арабы не дают нам жить хорошо. Потому что проклятые евреи не дают нам жить хорошо. Потому что проклятые китайцы не дают нам жить хорошо. Потому что проклятые маленькие зелененькие человечки не дают нам жить хорошо. Вот эти все объяснения совершенно одинаковые. Все было бы чудесно, а враги, они вон там, они вокруг. Вот мы сами, мы очень хорошие, большие, белые, пушистые. А нам не дают хорошо жить внешние причины. Вот это для обывателя самое обычное, самое понятное. Я сам хороший, дайте мне хорошие условия, и все будет в шоколаде. А есть другой ход. Есть собственные особенности. Метеоритная теория – типичный вариант импакта. Импактом называется любое сверхмощное разовое воздействие. Ну, гигантское излучение вулкана, падение метеорита. Вот то, что короткое время взяло, произошло, короткое время действовало, а потом прекратило воздействие. Вот это импакт. Самое занятное, что следы импактов, то ведь палеонтологии известны. Ну, допустим, в Южную Америку один раз шарахнул цунами с территории, теперь мы эту территорию назвали Атлантика, тогда ситуация была немножко другая, значит, сила цунами была такая, что прокатилась волна через всю территорию современной Амазонии и долетела до подножья Антрии. Значит, вы понимаете, да? Да. Мега-цунами. Ага. Ну, как по-вашему, как отреагировала биосфера кондинента на этот цунами? Ага. Ага, никак. Ну, то есть, существенных сдвигов, существенного там исчезновения каких-то группов, ну, просто не произошло. Ну, не все умы. Что? Позвадает все. Ваня, представление о том, что все умерли, да, это вот очередное представление с коммунальной внуками. Жизнь чертовски устойчивая штука. Из-за этого совершенно не следует, что надо пробовать ее самыми, там, я не знаю, вычурными путями попробовать вытравить. Нет, я не правил в этом. Но вот уничтожить живую структуру бесследно очень сложно. Устойчивость у жизни как системы исключительная для этого. Так что, делу Кост, конечно, лично мне импактная теория катастроф. Ну, для ребят, простоватое объяснение. Не учитывается огромное количество конкретных деталей. Биология, наука очень сложная. На много порядка, более сложная, вот просто предмет биологии. Чудовищно сложная. И здесь не обращать внимания на детали просто нельзя. Проказать самое главное. Ну, и последнее. Для тех, кого тема заинтересовала, более-менее, всячески рекомендую. Книгу совершенно замечательного ученого. Моего хорошего знакомого и друга. Кирилл Кирилл Чарисков. В первом здании она называлась «История земли и жизни на ней». Во втором здании занимательная палеонтология. Кстати, если вы наберете просто в гугле «Яськов. История жизни», так? Кирилл принципиальный сторонник открытой информации в сети. Так что у него есть совершенно доступные сетевые варианты практически всех его текстов. Так, можете книжечку и в сети взять. Ради бога. Бумажный вариант достаточно строгий. К слову, Кирилл Юрьевич, так как Сергей Минич, глаголик, ваш покровный слуга. Так, на малом мехмате зимой вполне себе под эгитой, уважаемого Александра Васильевича. Проводим занятие, можете на него на живом посмотреть. Очень симпатичный мужик. Палеонтолог, а точнее палеоарахноидол. Специалист по древним паукам. Да? Ну вот, на доступном для продвинутого школьника и очень грамотном уровне о истории земли и о том, как она изучается, пожалуй, лучшая методия никто не написал. Ну, за всем примерно все, что я хотел вам сказать. Если есть вопросы, готовы отвечать. Продолжение следует...